Вы всегда выбираете в отзывах про вас только говно. Вот говно про нас сказали, вы вот упоительно это читаете. Когда вам поют дифирамбы, еще большинство, то же самое с братом вашим, старшим, вот вы замечаете только вот полное говнище. Вы знаете, я беседовал с вашим братом, еще раз скажу об этом, и он меня удивил тем, что он говорит, что вот я столько фильмов снял, меня ни разу не хвалили. А у нас семья, сказал он, стало быть, ваша семья, вот был обычай, мы там собирались вместе, накрывали стол, выпивали и читали друг другу там сценарии, и все друг друга хвалили, никто никогда не ругал. У вас тоже ощущение, что вы недохвалены, что у вас... Нет такого ощущения, как у... Даже наоборот, я вам скажу так, что... Вот просто не хочется раскрывать... Не, надо раскрывать наоборот. Нет, дело в том, что борьба со мной, она заключаться должна в том, чтобы меня хвалить и гладить. И тогда я засыпать могу, вот как вот кот. Да, да, соль, да. И вот так вот на коленках у кого-нибудь, так сказать, притихнуть. Меня возбуждает, так сказать, возможность услышать, особенно несправедливое мнение, оно возбуждает меня для того, чтобы я себя сам убедил, или моих товарищей, или мы вместе убедились в том, что тот путь, по которому мы идем, он правильный путь. Это очень важно. Понимаете, Женя? В чем мое счастье? Да. Оно заключается в том, что мне не нужно в разговоре о любом своем фильме сказать, ну, брат, такое время было, ты как? Ну, что ты думаешь? Да, да. Вот я подписываюсь под каждую из своей картины. Потому что я ни одной картины не делал ни для политбюро, ни для власти, ни для денег, ни для славы. Я пел то, что у меня пелось. И Господь управил так, что то, что я пел, еще слушал тот другой, и те, кто пели со мной. Поэтому, так сказать, в этом смысле, когда, допустим, там, поливали за 8 месяцев до выхода утомленных солнцем, я поначалу не понимал, а сейчас я думаю, опа-па-па-па, ребята, когда 300 человек 8 лет работают и не хотят расходиться, когда в последний съемочный день все, ну все, вот, 8 лет, да? Снято. Ой, погодите, а вот мышку крупным планом мы собираемся... А, да, правильно, ну давай. Не хотят люди заканчивать это. Это нельзя симулировать. Это или есть, или нет. Нет, ну создание атмосферы рабочей – это одна история, создание продукта – это... Нет, абсолютно нет. Нет? Если атмосфера создана правильно рабочая, то она будет перенесена туда на экран. Если она правильная. Это Михаил Чехов, это нельзя симулировать. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24. На телеканале Москва-24.